Приветствую вас. Корни зависимости от одобрения других, лезять, как правило, в детстве, это даже не комплексы, это именно вот такая установка, да, установка, что если другие люди одобряют, значит, вы действуете правильно, значит, вы двигаетесь в верном направлении, и, в общем говоря, все хорошо, все в порядке, все здорово. Вы спокойны, вы стабильны, у вас целый шаг. Вот. Тут есть такой важный, на мой взгляд, экзистенциальный смысл, то есть, необходимо понимать, для чего и почему вы хотите избавиться от зависимости. Вот этой вот. Потому что, видите ли, в чем дело? Быть социальным индивидом, а вы именно, ну, вот вы являетесь как раз-таки социальным индивидом, когда пытаетесь, ну, следовать одобрению других людей, да, да? Вот. А быть социальным индивидом не так плохо, в целом. Потому что это позиция, это выбор. Это выбор ваш, это выбор ваш, в любом случае. И, ну, он может быть плохим, он может быть хорошим, а это, в принципе, не так важно. То есть, объективно, объективно, вам важно самой сделать этот самый выбор. То есть, либо вы хотите быть социальным индивидом, когда вы, в общем-то, жертвуете своей свободой, когда вы жертвуете своими интересами, когда вы жертвуете своей волей, когда вы жертвуете своим выбором ради того же, чтобы, собственно говоря, быть как все, быть конформистом, и, будучи конформистом, в общем-то, не иметь никакой свободы, но при этом чувствовать такую, знаете, поддержку, да, общества. При этом необходимо понимать, что одобрение других людей связано с тем, что хотят они для себя. Одобрение других людей связано с тем, чего они желают для себя, ни в коем случае не для вас. И одобрение других людей связано с тем, что им нужно для комфортного существования. Это работает именно так. Понимаете, да? Надеюсь, о чем идет речь. Что их люди одобряют то, что им удобно, им, а не вам, понимаете? И когда вы, значит, соответственно, делаете выбор не в пользу их, а в пользу своих интересов, да, то вы, как бы, ставите себя автоматически, ну, вне, вот, вне, значит, ну, поддержки этих людей. И на передний план, так и тогда выступают уже ваши ценности, ваши взгляды собственные. И если с ними у вас все в порядке, то есть есть ценности, есть приоритеты, есть свои четкие цели, есть понимание своих желаний, есть понимание своих потребностей, да. А если вы, как бы, обладаете эмоциональным интеллектом, то есть понимаете, почему вы чувствуете то или иное, и так далее, то проблем никаких, проблем никаких с тем, что вы будете, например, ну, как бы, вне, да, вот, вне интересов людей, скажем так. Так. И, как бы, поставите себя вне их группы. Не будет. Потому что вы будете понимать, что эта группа вам просто-напросто не подходит. Знаете, да, то есть, как бы, вы не разделяете интересы этих людей не потому, что вот просто вот вам не хочется, да, а вы не разделяете интересы этих людей потому, что их интересы не совпадают с вашими. И это нормально. Это нормально. Потому что интересы людей совпадать во всем не могут. А тот, кто желает одобрения, это такой, знаете, безликий, удобный социальный индивид. И, поскольку несоответствие желаний, несоответствие мотивов всегда имеется, то, соответственно, имеется и негатив, который появляется на этом фоне. И этот негатив копится, значит, провоцируя определенную реакцию, провоцируя определенную, ну, определенную, определенную линию вашего поведения, да. Понимаете, надеюсь, о чем идет речь. Вот. И появляется неудовлетворенность, которую вам, так или иначе, потом придется купировать. То есть, это можно, конечно, только гадать, как вы это будете делать, да, то есть, каждый тут по-своему ее купирует. Эта самая, значит, неудовлетворенность. Но однозначно могу сказать, что ничего хорошего в этом в любом случае нет. В том, что вам придется ее купировать. О. Но. Это же не появляется просто так. Подобное же поведение просто так не образуется. То есть, не бывает у, например, заботливых и строгих родителей, в таких строгих, в смысле, справедливых родителей, да, заботливых и справедливых родителей, не бывает таких детей, которые ориентируются на только вот, значит, только на мнение других людей. И, значит, скорее всего, имело место быть, что сравнение вас с другими, с другими. То есть, ты должен быть лучше, чем другой человек, должен быть лучше, чем кто-то. И, соответственно, обесценивание, обесценивание самого человека. С другой стороны, имеет место быть наличие критики, да, причем, как правило, критики неконструктивной. То есть, критики, как правило, деструктивной, подавляющей, несущей ничего хорошего. И, соответственно, закрепление определенных установок на свой счет у человека. То есть, грубо говоря, если вот что-то происходит в такой, ну, в такой семье, да, с такими родителями, то, как правило, родители, что они говорят, что вот, Вика, ты виноват. Или не классно, но заставляют все равно чувствовать, что вы, ну, дают вам почувствовать, что это вы несете ответственность, да, за то, что вот что-то произошло. И вы избытываете стыд. Понимаете, вот стыд, это такое чувство, а стыд, это непринятие себя. То есть, я стыжу себя. И одно дело, когда вы стыдитесь, например, того, что нечаянно кому-то наступили на ногу, это одно, и совсем другое дело, когда вы стыдитесь, например, себя, своего выбора, своего внешнего вида и так далее. А, ну, допустим, это я утрирую. Вот, и, соответственно, почему стыдитесь? Потому что ваша мама все время хотела, чтобы, например, вы были лучше, чем, там, кто-то другой. И вы думали, что вы действительно, да, должны быть лучше, чем кто-то другой. Ведь это же мама, да, и она, ну, если она говорит, значит, она же знает, что говорит, значит, вы-то не знаете, как правильно, а мама-то знает, как раз. И если мама знает, как правильно, значит, и вы. Вы тоже, получается, ну, должны знать, как правильно. А вы знаете, как правильно, только со слов, например, своей мамы и своего папы. И, соответственно, первое, что нужно, это вот те установки, которые им продвигают ваши мамы, продвигают ваши родители Их нужно разбирать То есть, установка это что? Это готовность к определенным переживаниям То есть, если, допустим, два человека Да, два человека Один человек, когда ему говорят, что он, там, ничтожество, например Один человек, допустим, взрывает и говорит Да это ты, да это ты такой, да это ты, вот сам ничего не знаешь, и так далее, да? При этом этот человек продолжает, начать, ну, действует своим путем И продвигать свое личное поведение Другой человек, он, соответственно, реагирует более спокойно Например То есть, вот именно реакция разных людей на одни и те события, это и есть установки Вот если спросить, почему вы отреагировали так? Потому что, типа, ну, а что он, вот, что он так вот, да? Отвезет первый с первой А что, вот, он на меня наезжает, как он имеет право на меня наезжать и так далее То есть, это защита Это защита Защищаются люди, когда ездят, защищают Когда есть угроза Другой человек говорит, ну, а все, ну, вот он такой, ну, и что Ну, ему, наверное, сломы, не сладко, да? Вот, это установка Это установка Определенная социальная установка И вот ваша социальная установка нужно тоже выявить И скорректировать на немножечко другие Естественно, это происходит между нейтрально Естественно, это происходит постепенно, но тем не менее 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 ничего не даем. Нам нужно что-то дать. Что? Это ваша система ценностей. То есть это доверие себе, это доверие к самой себе, к своим ценностям, да? Это во-первых. Это оформление своей системы ценностей хотя бы для начала. Вот. Это с одной стороны. А с другой стороны это принятие себя. То есть если вам ваши родители говорят, что вот вы не должны, не можете вы там вести себя, ну, каким-нибудь определенным образом, да? То есть вы не имеете права, вы не должны, вы вообще должны быть другой и так далее. Что вы вот в себе это дожимали. Да? Вот. И нам с вами нужно это как раз таки понимать. Нам нужно ориентироваться больше на ваше «хочу». То есть вы себе подавляете свое «хочу», когда следует одобрение людей. Вот. Вы подавляете свое желание. В частном, так сказать, в частном, в глобальном смысле вы подавляете свое желание, а в частном смысле вы их реализуете, потому что когда вы в глобальном смысле удобны для других, у вас есть такая возможность, например, да, почувствовать себя, да, ну, какой почувствовать себя. Например, значит, например, это просто как пример. Например, значит, вот вы же с удовольствием, я сделала, да, как, ну, как от меня хотели, значит, я значил. Вот это вот такое. Но это только частное, это локальное состояние, потому что оно все равно зависит только от одобрения других. Да, то есть, если другие одобрили, то, соответственно, ну, у нас тогда можно, как бы, можно почувствовать себя реализованной, да, реализующейся. А если не одобрили, то, соответственно, все. У вас фрустрация сразу именно из-за того, да, что вас, там, ну, как-то не поняли, да, вас не оценили и так далее. Вот. Понимаете, да, о чем я говорю? Вот это вот принятие себя и изменение отношения к своим, значит, к своим недостаткам. То есть вы, наверное, опять же, вот человек, который думает только о одобрении других людей, он не позволяет себе вообще слабости, да, так, что он считает, что слабости у него быть, ну, быть у него не должно быть слабости. Вот. И, как бы, момент здесь такой, почему, почему не должно быть слабости? Почему не позволяет себе слабости? Потому что, ну, как вы говорите, я же должна соответствовать, да, я же должна соответствовать, и тогда у меня все будет хорошо. Это вот культура полезности. То есть вы полезны, вы приносите пользу, значит, вы должны, вы нужны, если вы пользы не приносите, если вы, как бы, не несете никакого позитива, эффекта КПД, то все вы не нужны. А вот сами по себе, сами по себе. Вы не нужны. А вот просто так. Вот те, кто живут одобрением других людей, они ничего не делают просто так. Они ничего не только делают для чего-то. Да, для одобрения, там, для еще каких-то моментов. Вы понимаете? То есть, что-то складывается вот так. И вот такими вот направлениями, такими вот моментами, вот именно такими способами, средствами, это и называется личностный рост, то, что сказал мой коллега. И вы будете двигаться от зависимости, от одобрения других людей к собственной свободе воли. Но они понимают еще другое. Что зависимость, зависимость, это желание. Это ответностная сфера. То есть, я делаю что-то для одобрения других, потому что я хочу чего-то. И я не могу этого чего-то по-другому достичь. Я не могу этого чего-то, да, по-иному добиться. Но при этом желание есть. И я эти желания пытаюсь удовлетворить. А какие желания? Почему именно такой способ вы выбираете? Какие у вас есть возможности для достижения этой цели? Ну, другие. Другие, да, приемлемые для вас. Вопрос, который довольно маленький. Надеюсь, вы поняли мою мысль. Я постарался довольно максимально подробно ответить вам на вопрос на вас. Надеюсь, что это было вам полезно. То есть, и касательно уверенности в себе, да, и касательно всего остального, то, в принципе, вы можете работать сами, но быстрее, конечно, быстрее будет, если вы будете работать психологом и будете выполнять определенные задания именно психологом. Ну, опять же, с стороны, да, вот, вам нужно, знаете, вам нужна адекватная обратная связь. Я вот думаю, что вы общаетесь только с теми, кто действительно считает вас удобным. А вот с тем, кто бы не считал вас удобным, да, вот с тем, кто бы не считал вас удобным, с тем, кто бы, ну, просто вот, воспринимал вас как самодостаточную личность, да. Опять же, говорю словами коллеги своего, да. Я думаю, таких людей у вас нет, потому что, если бы они у вас были, я думаю, что вопрос такой бы вы не задавали, как вот вы, ну, как вот вы задаете его сейчас. Ну, это все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад вам помочь. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.